Здравствуйте! Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский. Ежегодно в области около 300 человек проходят через операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Карагандинские врачи внедряют новейшие технологии трансформинальной эндоскопической хирургии позвоночника. С мастер-классом выступили врачи из Китая и Новосибирска. Эвелина Нефедова занималась легкой атлетикой. Последнее время регулярно посещала спортзал. Недавно у нее начались сильные боли в спине. Левая нога теряла чувствительность. В сентябре поставили диагноз – межпозвоночная грыжа. Шесть часов операции под общим наркозом и симптомов как не бывало. Диагноз поставили в конце сентября. Болела спина очень, отнималась левая нога. Пришла в больницу, назначили операцию. Операцию делали вчера, стало намного лучше. На ноге встала. Нога приходит, чувствительность возвращается к ноге. Чувствую себя хорошо. Хирургическое вмешательство проводится микроскопическими инструментами менее одного сантиметра. Осуществляется прокол боковой стенки спины. Новый метод не затрагивает толщу мышц, а значит, пациенты легче переносят процесс и восстанавливаются в разы быстрее. Эндоскопическая операция длится в среднем до двух часов, но в зависимости от ситуации может занять в три раза больше времени. Вот, допустим, если мы идем сзади через спину, то обычно все равно неделю человеку нужно, чтобы боли уменьшились и так далее, и тому подобное. Хоть даже через прокол. А когда мы через боковую стенку идем, фактически мы не прокалываем мышцы, и человек может уйти и на второй день пациент. Обычно это два дня. Ну, вот, допустим, наши коллеги, они на второй день отпускают пациентов. Есть опыт, когда через несколько часов даже отпускают. Мастер-класс для казахстанских врачей провели профессор из Китая Ванг Пенг и российский нейрохирург высшей категории Сергей Мишинов. Межпозвоночная грыжа – очень распространенное заболевание. В год только в нашей области встречается более 300 случаев. Для пациентов операция будет абсолютно бесплатной. В большинстве случаев это плановая хирургия, процентов 80, если не 90. И только в 10% бывают очень такие экстренные случаи. Поэтому, да, это полностью пакеты операционной. То есть это для пациента будет бесплатно? Да, для пациента это будет бесплатно. Новый метод идеально подойдет для больных, не достигших 40 лет, когда межпозвоночные диски еще очень подвижны. В течение следующего года в Карагандинской области планируется провести около 50 операций по удалению межпозвоночной грыжи с применением новых трансформинально-эндоскопических технологий. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стим-технологии в подготовке специалистов индустрии 4.0. Форум с таким названием прошел в Карагандинском горном колледже. В мероприятии приняли участие ректоры вузов, представители колледжей области. В качестве спикеров, экспертов были приглашены представители Республики Беларусь, Германии, Литвы, Эстонии и Швеции. Около 13% молодежи Карагандинской области не работают, не учатся и, самое главное, не ищут работы. Аналитики относят таких людей к категории НИД. В основном они довольствуются ежедневными заработками на рынках. Одной из главных причин такого поведения является чрезмерная опека родителей, считают педагоги. Единственное решение они видят в профилактической работе. Есть у нас социальные службы занятости, которые не сидят в кабинетах, а наоборот, выезжают на место дислокации этой молодежи и проводят разъяснительную работу для того, чтобы их привлечь на рынок труда. И как модератор вначале уже сказал, что у нас есть вакансии, но они не заполняются. В работе форума приняли участие зарубежные гости. Они рассказали о своем опыте работы с молодежью этой категории. В частности, академик из Беларуси Аркадий Шкляр считает, что необходимо в первую очередь модернизировать профессиональное образование. Он предложил реализовать в области проект «Обучающий регион». Чем обладает сегодня Карагандинская область? Еще раз подчеркиваю. Вчерашнее посещение гимназии абсолютно уверило меня в том, что в дополнение к тому, что там есть, дополнить их программы, где они говорят о STEM-технологиях, дополнить их программы более расширенным пониманием математики, технологии, физики, используя современные средства обучения, которые в мире есть. Кстати говоря, на этом час специализируется тоже компания «Тесто». Создать новые методики преподавания с этими ребятами, которые там это делают. Это все возможно сделать достаточно быстро и получить результат. Организаторы отмечают, что главная цель форума – выработка алгоритмов максимального обеспечения доступности и качества профессионального образования. Андрей Тенцергеев, Высокосов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский боксер Геннадий Головкин вернул себе титул чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. В прошедшие выходные Геннадий провел бой в Нью-Йорке с украинцем Сергеем Деревянченко. Единогласным решением судей победа досталась Головкину. На кону стояли вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Бой завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом в первом раунде он отправил украинца в нокдаун. Таким образом, Геннадий одержал юбилейную 40-ю победу в профессиональной карьере и вернул себе два титула чемпиона мира. Поединок завершился предсказуемой победой Геннадия над украинцем Сергеем Деревянченко. Однако отнюдь не безоговорочной. До боя давалось немало прогнозов относительно того, в каком именно раунде Triple G нокаутирует своего оппонента. Как выяснилось, ни в каком. Головкин победил по очкам, однако далеко не бесспорно. В своем интервью Геннадий отметил, что это был очень тяжелый бой. Я хочу сказать большое спасибо моему сопернику. У него отличная команда. Я был сфокусирован на боксе. После первого раунда я понял, что это будет тяжелый бой. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Я немного потерял фокус. Он показал очень большое мужество. Готов ли я дать ему рематч? Конечно. Если это будет большой бой для фанатов, то я готов. Аналитики сошлись во мнении, что Геннадий был немного точнее и убедительнее, однако от Головкина ждали большего. Как бы то ни было, счет 115-112 в пользу казахстанского боксера. Геннадий Головкин вернул себе титулы чемпиона мира. Андрей Тенандрей Тимофеев, первый карагандинский. 300 учеников лицея интерната «Белеминновация» приняли участие в традиционном легкоатлетическом марафоне «Арманхажол-2019». Причем вместе с лицеистами бежали и родители. Организаторы заявляют, что их главная цель – привить любовь к физическим нагрузкам и здоровому образу жизни. Руслан Белялов прибежал к финишу первым. В марафоне он принимает участие в качестве родителя и выпускника лицея. Мужчина старается принимать максимальное участие в школьной жизни сына и уверен, что такой тандем принесет свои плоды. В казахско-турецком лицеи им отличаются именно воспитательные составляющие и плюс, конечно, образование. Должен быть тандем – школа, ребенок, родители. Если этот весь треугольник полностью будет задействован, то, соответственно, мы на выходе получим очень отличный результат. Традиционный лицейский забег проводится второй год подряд. На этот раз организаторы учли прошлые ошибки, что привлекло к акции гораздо больше желающих. Проверили свою выносливость сразу 300 человек. Это не только ученики, но и их родители, а также сами учителя. Я считаю, что любая здоровая нация, у него есть будущее. Поэтому мы не только обучаем учеников, но и призываем к здоровому образу жизни. И вот проводим такие акции в виде марафона. Акция «Арманхажол-2019» началась с обязательной разминки. Ребята стартовали от привокзальной площади, пробежали по улице воинов-интернациалистов до центрального парка. Финишная прямая ждала их у лицея. Все участники получили сертификаты. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В здоровом теле здоровый дух. Занятия спортом благоприятно влияют на жизнь человека. Еще лучше тренироваться в качественной форме и самым лучшим инвентарем. Магазин «Спортлайн» предлагает широкий ассортимент спортивных товаров для всей семьи по демократичным ценам. Теперь покупки можно совершить и в торговом центре «Таир». Бег Мухамбету-Щермагамбету 15 лет. Мальчик уже два с половиной года занимается бразильским джиу-джитсу. Чтобы стать чемпионом, нужно не только владеть техникой захвата и бросками, но и подобрать качественную экипировку. По словам юного борца, все необходимое он без труда находит в магазине «Спортлайн». Мне в Караганде очень трудно найти качественный товар. Я прихожу в «Спортлайн» и беру то, что мне нужно, с очень качественным товаром. В день открытия нового магазина «Спортлайн» подготовил для своих любимых клиентов яркую программу. Таланты продемонстрировали команда чирлидеров и юные борцы. Все это благодарные и постоянные посетители. Шоу привлекло множество заинтересованных, и никто из них не ушел без покупок. Зашли сегодня в «Таир», семейная прогулка. И в открытие зашли сюда. Товар очень хороший, качественный. Купили себе куртку. Очень хорошая скидка. Все понравилось. Спасибо. Рассматривая витрины магазина «Спортлайн», так и хочется скорее облачиться в новую форму и пойти на тренировку. Здесь вы можете найти спортивную одежду и обувь для всей семьи. Инвентарь для самых разных видов физической нагрузки. Ролики, скейтборды, борцовские перчатки, ласты и ракетки, тренажеры и турники. Оборудование на любой вкус. Главными особенностями магазина являются высокое качество товаров, индивидуальный подход каждому клиенту и демократичные цены. Уважаемые карагандинцы, ждем вас в сети наших магазинов «Спортлайн». У нас очень большой выбор спортивной одежды, обуви, инвентаря для любого вида спорта по очень доступным ценам. Мы всегда рады вас видеть с большим ассортиментом. Занимайтесь спортом вместе со «Спортлайн». Магазины находятся по адресам. Микрорайон Гульдер-1, строение 3Б, первый этаж торгового дома «Мэджик». Проспект строителей 13, торговый дом «Океан», а также торговый центр «Таир-3», первый этаж. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Ну а это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала «Первый карагандинский». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин